Больше выгоды, больше информации, больше реальной пользы. Бизнес-новости, неизменный спутник понедельника и ваш ориентир в делобом пространстве республики уже на протяжении двух лет. И наши приоритеты не меняются. В 2010-м в бизнес-новостях только актуальные темы, резонансные события, успешные предприятия и интересные торговые предложения. И в нашем сегодняшнем выпуске главное событие в сфере занятости населения и борьбы с безработицей прошедшей недели. 12 января стала стартовой точкой антикризисной программы 2010. В этот день глава Республики Северная Осетия Таймур Азмамсуров и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герцей подписали соглашение о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики в 2010 году. Северная Осетия стала первым субъектом Российской Федерации, подписавшим с Росттрудом подобное соглашение. Мы делаем новый крупный шаг для себя, для республики. Это еще и оценка того, что мы до сих пор делаем. Итоги 2009 года показали, что в республике правильно сориентировались по реализации программы. И участие в районе более 10 тысяч человек, более 7700 предприятий, говорит о том, что реально люди посмотрели, как обеспечить и сохранить трудовые проекты. Мы с вами не имели резкого способы очистенности безработных граждан, мы не имеем социальной напряженности, не в складах образования других населенных клубов, и в целом ситуация в республике, она стабильность. После подписания соглашения в Комитете по занятости прошло координационное совещание. Юрий Герцый отметил тот факт, что программа «Северная Осетия» подписана первой. Это и высокая оценка работы Северо-Остинского Комитета по занятости, и дополнительная ответственность с точки зрения качества и конкретности реализации программных мероприятий в наступившем году. Ведь сотрудники Республиканского Комитета уже доказали, они могут успешно работать в любых кризисных ситуациях. Мы разработали оперативно и нормативную базу, все, что требовалось от нашего правительства, нам очень помогли. Вот это и в кратчайшие сроки было доработано это соглашение, это соглашение уже сейчас разместили на сайте Роструда, и по всей Российской Федерации этот готовый документ уже. Кризис – самое время для открытия своего дела. В прошедшем году почти 1900 человек стали предпринимателями, получив субсидию через службу занятости. В программе этого года заложена чуть меньшая цифра – полторы тысячи, но существенное дополнение. В 2010-м при условии создания рабочего места, как минимум еще для одного безработного, начинающий предприниматель уже может рассчитывать на двойной размер пособия. И это еще не все изменения. Итак, программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Северной Осетии в 2010-м году предусматривает, как уже было отмечено, создание полутора тысяч новых рабочих мест в сфере малого бизнеса. По-прежнему основное внимание уделяется созданию временных рабочих мест. В рамках организации общественных работ они будут созданы для 4188 работников. Продолжается опережающее обучение работников, находящихся под риском увольнения. Правда, цифра в этом году существенно снижена – до 200 человек. На предприятия Организации Республики служба занятости направит тысячу стажеров. Причем теперь наставник будет получать по половине минимального размера оплаты труда за каждого стажера. И это вся информация. Через неделю мы встретимся вновь.